Здравствуйте! Ну вот, все слышали про открытие экзопланет, то есть планет у других звёздных систем. Их открывают несколькими способами. У меня на эту тему было специальное видео. Ну вот я вам так вкратце опишу. Но первое, самое простое, это, так сказать, затменный способ. Это когда так уж лежит орбита планеты, что она находится на одном луче зрения с нами. Да, вот солнышко, плоскость планеты, и мы вот как раз вот на одном луче. И она проходит между наблюдателем земным и планетой и затемняет на какое-то время. Вот регулярно, каждый год его, каждый его год планет, а он может несколько часов продолжаться, этот год или несколько суток, вот появляется такое ответственность. Сейчас стоит вопрос уже об обнаружении спутников планет. Вот этих. Как ищут их, как их обнаруживаются. Есть несколько, опять же, на эту тему способов. Первый способ – это пытаться найти, как саму планету смещает спутник. Да, ведь это, кстати, экзопланета. Это я вот один очень самый простой и понятный способ, затменный, я рассказал. На самом деле звёздочка немножко движется. Дело в том, что звезда и планета движутся оба вокруг общего центра. И таким образом звезда немножко вот тоже крутится вокруг этого общего центра. Центр находится внутри звезды, естественно. И вот поверхность к нам то приближается, то удаляется с небольшой скоростью. Но эту небольшую скорость современный интерферометр может зафиксировать. Так вот, то же самое может происходить и с планетой. Планета тоже движется вокруг общего центра тяжести со своим спутником. И то опаздывает на ту позицию, чтобы затмить свою звезду, то опережает. И поэтому вот от относительного предсказания вот есть такой разброс. Вот ищет, например, такой вариант. Но второй вариант, когда иногда спутник отдельно ещё затмевает. Вот прошла планета, а за ней идёт спутник. Чурка, и он чиркнул по звезде. Или вот, а в другой раз он оказался в другой позиции и не чиркнул по звезде. Или чиркнул вместе с ней. И вот такого рода вещи. Самое впечатляющее меня открытие – это открытие колец у одной планеты, экзопланеты. Но на самом деле экзопланету её называют условно. Её масса порядка, ну, в общем так, от 15 до 30 масс Юпитера. И такого рода объекты называют обычно не планетами, вообще говоря, а коричневыми карликами. Потому что у них в недрах, наверное, уже при такой массе идёт, скорее всего, ядерная реакция. Эта планета хоть и больше Юпитера, но по массе, но по размеру своему не больше Юпитера. То есть она гораздо плотнее сжата. Да, и вот там, наверное, идёт термоядерная реакция. Она так нагрета, не очень сильно, но тем не менее. И у неё есть огромная система колец. И вот оказалось, что эта планета движется по очень шикарной орбите. Ну, это что не характерно для экзопланет, то есть это характерно для двойных звёзд. Очень шикарная орбита там в несколько раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. И вот она закрывала, в течение 56 дней проходила между Землёй и этой планетой. И это была цепочка колец. То одно колечко чиркнет по звезде, закроет звезду, следом идёт другое колечко, потом третье. Вы помните, что у Сатурна, у нашего, это самый характерный для нас пример планеты с кольцами, у неё тоже несколько колец. Между ними есть щели. А щели, возможно, связаны как раз с наличием спутников, спутников Сатурна. Значит, у этой звёздной системы тоже есть, возможно, свои спутники массивные, с массой, порядка массой Земли. Но самое интересное то, что система этих колец, она сравнима с размерами орбиты Земли вокруг Солнца. Вот, вот какие вещи, да, какие ужасные есть планеты, с какими вот, такими вещами. Ну, спасибо вам за внимание. Не забудьте поддержать меня материально, лайкнуть, репостнуть, сослаться на меня, да, вот ещё этого. Полекомендовать меня знакомым. Я вот тут про физику рассказываю, и не только про физику. И, пожалуйста, да, поддержите материально. Внизу есть все реквизиты для этого, что нужно. Их там много разных, выберите вам по душе. От Сбербанка до Donation Alerts. И можете стать спонсором моего канала. Тогда вы получите допуск огромному количеству видео, которые я не имею возможности вам продемонстрировать в открытом доступе.